Всевально широкий формат, максимальный понедельник, максимальное счастье, успех, изобилие, просветание. Я Дмитрий, идем к успеху мечты каждый день, несмотря ни на что, становимся самыми крутыми, выносливыми, здоровыми и, конечно же, счастливыми и успешными. Сегодня тема будет называться «Магия слов». Магия слов, вот об этом мы сегодня поговорим, разберем про слова, как они нас влияют и какую очень важную функцию выполняют. Сейчас мы с зарядочкой и сразу же приступим в 75-й день марафона. Погнали! Красота вокруг. Непонятные насекомые обитают. Специальный такой торопой выбрал. Березы, березы. В прошлом году они были, ну, где-то на сантиметров, даже где-то на метр низ, низкорослые были. В этом году они уже такие повыше стали. Очень классно. Буквально еще несколько лет. Видим сок. Березовый. Березы. Отсюда. Прямо с этих дел. Супер. Ну, давайте я покажу. Я только в санюху. Вот. Я здесь и сейчас. Лепота. Жарко, жарко, жарко. Ну, что. Сразу. Сразу саму соль. Саму соль. Магия слов. Как влиять на нас слов? Вот вы чувствовали, когда мы говорим что-то, мы испытываем какое-то чувство от тех слов, которые мы говорим. Допустим, ты злой, ты максимально нервный, ты очень расстроен. Что ты говоришь в этот момент? Злишься, кричишь там, да? Ма ты кроешь. Или что? И вот, как ты выражаешь свою злость, какими словами ты ее выражаешь, и от этого зависит, как быстро ты успокоишься, либо еще там наворотишь чего-нибудь, либо усилишь эту эмоцию негативную. Допустим, ты злой, да? А ты себе говоришь, я расстроен. Или же, я взволнован. Слушайте разницу. Я злой, или я взволнован. Я очень злой, или я раздосадован. Это очень такие моменты, по сути, самого простого. Самые простые слова, но как они действуют. Вот эта магия очень влияет на наше состояние. Но все же про наше состояние. Как мы несем на речь талкаем? Какими фразами лексикона мы пользуемся? Используем ли мы маты в своих словах, либо же нет? И от этого зависит наше состояние. То есть, если мы постоянно будем использовать слова, которые будут вызывать напряжение, мы же не станем спокойнее, конечно. Мы станем напряженнее. Разневерничаемся, разозлимся. И это будет все у нас взвращиваться. Очень-очень важно понимать, что любое слово, сказанное нами, оно имеет свою силу. Оно имеет свою энергию. Вспомнил опыт проводили, значит, просто писали слово «любовь» на банке с водой. И замораживали. И потом каким-то образом делали так, чтобы поили снежинки. И смотрели текстуры снежинки. Так вот, где любовь, там текстура снежинок симметрично и очень красиво. А где писали слово «война» или какие-то там негативные качества. Что происходило с снежинками с этими формами? Они были такие копья острые. В разуме, в разбой это все, не было симметрии. Так вот, эти слова, очень любые слова, любые слова, сказанные нами, даже вот я сейчас говорю вам. Любое слово, сказанное нами, имеет свою силу. И имеет силу, энергию, которая влияет на состояние. Как корабль назовешь, так он не поплывет. Так вот, это очень важно понимать, что каждое слово. И следить за своим лексиконом, слушать, что мы говорим. Какие мы фразы используем для тех или иных характеристики событий. Как мы выражаем злость. Как мы выражаем любовь. Как мы выражаем ненависть. Как мы выражаем счастье. Просто словите себя на словах, на мыслях, какую вы лексику используете. И возьмите ее, замените на более щадящую. На более мягкую. На более сильную. В плане счастья. У меня классное настроение. У меня счастливое настроение. У меня прекрасное настроение. У меня с ног вшибательное настроение. Чувствуете, разные слова и по-разному действуют. Но под каждое слово есть своя эмоция. И как ты выражаешь через слова свои эмоции, так ты и, скажем, выращиваешь свое состояние. Постоянно. Поэтому очень важно чувствовать и выражать свои слова теми эмоциями. Точнее, выражаться теми словами, состояние которого мы хотим получить. Состояние которого мы хотим получить. Ты говоришь для того, чтобы ты получил состояние. Дополнить себя состоянием. Вот так вот. Такая вот крутая тема. Поэтому настраивайтесь на то, чтобы через слова расти в себе, растить в себе состояние успеха, изобилия и процветания. И счастья. И так мы будем делать мир этот лучший. Пока-пока. Продолжение следует...